Всем привет! С вами Екатерина Шлидгаула и мы на канале Огород Бабы Кати. Сегодня я вам расскажу, как самим сделать свои семена из сортовых томатов. Вот у меня здесь сорт томатное дерево, я его каждый год сажаю. Для того, чтобы взять семена, сначала мы отбираем помидоры. Помидоры с первой кисти лучше не брать на семена. Берем помидоры либо со второй, либо с третьей кисти. Я в основном беру только со второй кисти, с третьей, с четвертой уже не беру. У кого как, если коллекционеры, я не знаю, как они берут семена. Просто разрезаем. То есть, мы сорвали когда помидор, он у нас должен постоять немножко на подоконнике, на окне. Вот у меня постоял где-то 4 дня. Я вот его теперь взяла и начинаю с него убирать семена. Не боясь, сильно передерживать томат на подоконнике, чтобы он дозрел до ярко-бордового цвета, не стоит. Потому что можно добиться того, чтобы сами семена уже прорастут в помидоре. Поэтому, чтобы этого не избежать, помидор не держим на подоконнике. Вот так вот я убираю, разрезаю. Сам вот этот помидор в дальнейшем, с которого я беру семена, мы не едим. Кто-то ест, я не знаю. Мои брезгуют после того, как я в нем по рукам покопаюсь. Вот так вот аккуратненько сейчас у нас надо все эти семена счистить. Все, сейчас я вот счищаю. Через 5 минуточек вам покажу, что будет дальше. Так, все мы высыпали. Все семена мы сюда в стаканчик, значит, выбрали. Все, что осталось. Наливаем чуть-чуть водички. Прям вот совсем чуть-чуть. И на такое количество воды я бросаю вот соды прям на кончике ложки. Вот прям чуть-чуть. И вот так вот все это дело перемешиваем. Все это дело перемешиваем. И так оставляем мы это дело на 2 дня. То есть завтра уже это все дело забродит. И нам главное, чтобы у томата снять вот эту вот пленку с семян. Все, я ставлю на подоконник. У меня южная сторона. Я на северную сторону не ставлю. Скорее всего я ставлю на восток. Восток. На восток. На восточную окно я ставлю. То есть там солнце достаточно попадает. И это все дело оставляем. Вот в таком виде. Все. Завтра я вам покажу, как это будет делать дальше происходить. Вот. Прошло 2 дня, как мы замочили семена. Они вот так вот закисли. Под протухли немножко, вам будет казаться. Но вот в такой вот среде начинает пленка с семян уходить. Так. Сейчас я вам покажу, как я потом делаю. Как я поступаю с этими семенами. Так. Все. Мы вот эти вот семена. Я вот так вот выливаю в сито. Все. Так. И прям под водой, под проточной. Вот так вот и прям через сито перетираю. Вот. Когда вы так будете делать, у вас прям вся вот эта... вот пленка очень-очень хорошо уйдет с семян. Тогда у них нормально будет прорастаемость. Если вы не будете так делать, у вас пленка на семенах останется. Это потом на схожесть очень сильно повлияет. Вот так вот. Прям под холодной водой. Так вот все перетираю. И разложили по тарелочке. И на солнце. Ну, как бы я вот ставлю на подоконник просто на восток. На восток. На восток. И потом вот это вот... Самое интересное, когда вот у вас эти семена все высохнут, они очень прилипнут к тарелке. Как же их отковыривать? Вот на Алиэкспресс заказала вот такую вот чудо-штуку. Она называется для мытья этой... плиты, для мытья плиты. Такое лезвие. И вот потом вот этим вот так вот лезвием у меня очень хорошо это все дело счищается. Вот эти вот все семена. И они не страдают. То есть я вот вам рекомендую вот такую вот штучку заказать на Алиэкспресс. Она стоит рублей 50-70. Ну, прям удачно. Все. И потом семена раскладываем мы на этот... Ну, и я убираю там в гриперы у меня. Семена хранятся в гриперах. Все. Вот так вот у вас получаются свои семена. Все. С вами была Екатерина Шлидгауэр. Вы были на канале Огород Бабы Кати. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Всем хороших урожаев. Пока-пока.